Здравствуйте! Это новость из Дагестана, в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Каспийский монстр отправился на юг. Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» сменил прописку о путешествии железной птицы из Каспийска в Дербент в нашем выпуске. Виновен. Нельзя оправдать. Судья Ахтынского районного суда поставил запятую не там, где следовало и теперь подозревается в служебном подлоге. Праздник быстрой езды и ярких впечатлений на новом ипподроме состоялись скачки в честь Курбан-Байрама. Подробности далее. Скачки в честь Курбан-Байрама. На новом ипподроме конно-спортивного клуба «Ватан» прошло масштабное мероприятие, посвященное главному празднику мусульман. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Это второе крупное конно-спортивное мероприятие на новом ипподроме. Началось оно с парада лошадей. Наездники в Черкесках и с национальными флагами в руках на своих скакунах сделали двойной круг по специально подготовленному для скачек пути. Перед самими заездами всего их было пять на этом мероприятии. Тренеры тщательно подготавливали своих лошадей к забегу, чтобы придать им презентабельный вид каждого красавца скакуна. Старательно моют и вычищают от пота и грязи. Как привезли, он вспотел лошадь. Обязательно перед скачкой лошадь должна быть чистая. Как и люди, то же самое. Чтобы не заклеивали, чтобы красиво вышла она на старт. А вот перед самим стартом каждую лошадь еще и прогоняет по разминочной дорожке. Хороший старт, как и финиш, во многом зависит от того, насколько правильно провели разминку для верхового животного. Чтобы ноги, мышцы не растянуло. Для сухожилия хорошо, чтобы лошадь разогрелась. Напряженные до предела и рвущиеся, словно бой лошади, срываются с места. До такой степени стремительно, что дважды был объявлен фальстарт. И только в третий раз скакуны наконец синхронно стартовали вместе, как и положено по правилам. В первом заезде участвовали 24 лошади. В тяжелой борьбе на дистанции 1500 метров среди двух лет так чистокровной английской породы определился первый победитель. За счет чего, на взгляд, удовольствие занять первое место? Потому что принял стартовый прием, был хороший. Я разогрел перед скачкой ее нормально. Стартовый прием хороший был. Дали повезти скачку. Я повел и думаю, пока веду скачку, надо уложить коня. Уложил коня, как он захотел бежать. Я ему дал, он попросил, я его упустил. Между заездами зрители могли посетить конюшню конно-спортивного клуба «Ватан». И не только посмотреть на лошадей, но и погладить животных и даже обнять этих добрых спутников человека. Любовь к этому благородному животному у людей проявляется по-разному. Оно успокаивает и душу, и нервы. Когда мне плохо, я учителем работаю. Когда мне плохо, нервы, стресс, я обязательно покажусь сюда. Они добрые, хорошие, понимают человека. Если тебе грустно, они подойдут, могут тебя развеселить. Посмотреть и потрогать лошадей, увидеть скачки приехали на это мероприятие и гости из далекой Индонезии. Ами Мауляна в Дагестане уже второй раз. Впечатленный красотами Дагестана и неповторимой здешней атмосферой, на этот раз он решил взять с собой в путешествия и своих друзей. Все они проходят обучение в городах России. Дагестане очень красиво. Мы были в Дербен, мы были в Силки-Кенеон, мы тоже были в духовный центр. Духовный центр это самый главный и уникальный городяжный проект для мусульман. Очень интересно. Мы тоже делали Курбан-Байрам здесь, в деревне Дилим. Субханаллах, Машаллах, Дагестан. Очень нравится. Это первый раз я поехал в Дагестан. И это город очень интересно. И, конечно, это как Индонезия, потому что всегда есть Азан. И вот это отлично. Поглядеть на зрелищные представления пришли сотни людей. В основном целыми семьями. В ресторане конного клуба «Ватан» создали все условия, даже для самых маленьких. Детская площадка сегодня была заполнена ребятами. Тут очень хорошо. Тут мне понравилось еще прыгать на батутах. Если бы не было этой площадки, то отдых был бы неполноценным. Поэтому это как бы много чего решает. Я нашла место для отдыха, реального отдыха. Очень долго искала такое место. Можно посмотреть на мужа, как он скачет. Можно посидеть за чашкой чая и посмотреть за своими детками. Отдых полноценный, 100%. Вторые скачки прошли на более длинной дистанции. А именно 2200 метров. Участвовали здесь 19 скакунов. Порода лошадей такая же, только возрастом они немного старше. Каждая из них по три года. В упорной борьбе победу одержало верховое животное по кличке Пригожа. У меня, если честно, надежды на нее не было. Когда голов сделал, очень тяжело дышал. Доволен, конечно, первое место. Пока лошади готовились к очередному забегу, для гостей звучали патриотические стихи и поучительные нашиды в исполнении известных мастеров сцены. И вот дали старт самому длинному в новой истории этого ипподрома забегу на дистанции 3500 метров. Сейчас проходит третий из пяти забегов мероприятия. В скачках участвуют 19 лошадей английской чистохронной породы. Призовой фонд этих забегов 100 тысяч рублей. Победителем третьего забега оказалась лошадь под названием Джихад. В скачках на этом ипподроме она побеждает уже не первый раз. В четвертом забеге участвовали лошади чистокронной арабской и ахатекинской породы. Пятый заключительный забег состоялся среди иноходцев. Всех победителей и призеров почетные гости наградили кубками, медалями и грамотами. И привезли они с собой свои лучшие наши... Среди гостей был профессор Римского университета, наш соотечественник Джалалдин Сайтбегов. Дагестанец, полжизни проживший за границей, поделился своими впечатлениями об увиденном. Меня радует то, что Муфтиат занимается наряду с светской властью, принимает очень активное участие в жизни Дагестана, в ее культурном развитии и так далее. Организация вот таких очень полезных мероприятий, чтобы молодежь не увлекалась алкоголем, не увлекались наркотиками и так далее. По словам организаторов, развитие конного спорта в республике важно не только со спортивной точки зрения, но и соответствует древним традициям горного края, где лошади неотъемлемая часть истории и культуры народов Дагестана. Главная цель объединить, полюбить спорт, конный спорт, объединить всех, чтобы прийти, хоть отдохнуть, чтобы праздновать этот праздник урбамбарям, и чтобы уже тут есть многие люди, которые давно друг друга не видели, которые здесь собрались, здесь увидели все, начиная с малого до великого. Оказывается, у нас не только мужчины и женщины любят этот спорт, это говорит о многих, о многих женщинах, которые болеют. Как считают наездники, по накалу и эмоции сравниться со скачками вряд ли может еще какое-то подобное действо. А для зрителей подобные мероприятия – это прежде всего неиссякаемый источник положительных впечатлений, вдохновляющие и позитивные. Первую скачку посмотрел, очень понравилось. Такие большие скоростя, тесная борьба была. Очень зрелищные гонки. Честно говоря, нравится это. Эмоции тоже переполняют. Когда здесь находишься, эмоции переполняют. Это не то, как с экрана смотреть. Все почти на равных. Дадим, дадим. Скачки, приятное времяпровождение. Знаете, эмоции взрывают изнутри. Думаешь, этот выиграет, этот выиграет. Даже не знаешь. Спасибо огромное всем, кто принимал участие, кто старался, организаторам. Радует, что теперь для развития этого популярного в Дагестане вида спорта в республике появилась новая площадка, которая, судя по нарастающему интересу зрителей, будет привлекать все больше людей к верховой езде. В Дербенте в качестве пилотного проекта будут открыты банкетные залы, сообщил глава города Хизрия Бакаров на своей странице в Инстаграме. На заседании по борьбе с коронавирусной инфекцией Хизрия Бакаров попросил Владимира Васильева разрешить открыть банкетные залы, потому что люди проводят свадьбы в других помещениях, где риск заразиться намного больше. Специалисты Роспотребнадзора начнут проверять банкетные залы Дербента и расскажут об условиях, необходимых для того, чтобы начать работу. Залы, в которых все требования будут соблюдены, смогут начать свою работу хоть сегодня, отметил Хизрия Бакаров. Как сообщали СМИ, под личную ответственность мэра ранее в начале июня в Дербенте были открыты парикмахерские. До 30 сентября Советский районный суд Махачкалы арестовал исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, подозреваемого в создании преступной группы, которая занималась незаконной продажей земельных участков. 30 июля стало известно, что в отношении Шихиева, его подчиненных, а также сотрудников МФЦ и управления Росреестра по республике возбуждено уголовное дело. Преступная группа, которую, по данным следствия, Шихиев создал еще в 2018 году, похитила более 500 земельных участков общей рыночной стоимостью более 200 миллионов рублей. А в отношении судьи Ахтынского районного суда возбуждено уголовное дело за подделку протоколов судебных заседаний. По данным следствия, сделано это было, чтобы вынесенный им оправдательный приговор остался в силе. В ведении судьи находилось уголовное дело по обвинению бывшего начальника ОВД по Ахтынскому району в превышении должностных полномочий. Было установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения провел необоснованный сбор сотрудников, а затем оскорбил и избил подчиненного. Несмотря на установленные в суде обстоятельства вины подсудимого, судья вынес оправдательный приговор. В 2017 году судья попытался помешать изменить решение. Изготовил подложные листы протоколов судебных заседаний и заменил их. В результате чего требования прокурора и потерпевшего отменить несправедливый приговор не были удовлетворены. Это были все новости в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин